Более трех тысяч школьников Хабаровского края смогли подготовиться к началу учебного года с помощью меценатов. Традиционная благотворительная акция «Помоги собраться в школу» началась в регионе 1 июля и продлится до конца сентября. Подробности в репортаже Ульяны Крамаренко. Праздничные наряды заняли весь актовый зал социального центра. Первоклассникам приготовили также школьные рюкзаки, тетрадки, альбомы и даже сумки для сменной обуви. В семье Ирины Швец к учебному году почти все готово. В первый класс идет старший сын. Собирать его начала еще в прошлом году. Однако купить получилось не все. Ребенка собрать в школу для меня это как бы впервые. Очень сложно оказалось. Я думала это намного проще. Это хорошо, что я начала собираться с того года. Парадную форму на 1 сентября подбирают и первоклассницы Полине. На сборы в школу одного ребенка из четырех многодетная семья потратила уже почти 15 тысяч рублей. И это только самое необходимое. Рюкзак, школьные принадлежности, колготки белые, гольфы, а потом блузку я еще взяла ей. А вот еще осталось только туфли взяла. Еще осталось только спортивный костюм и кроссовки взять. Акции «Собири ребенка в школу» в Хабаровском крае ежегодно проходят на протяжении уже 20 лет. Помощь оказывают семьям, которые оказались в трудной жительной ситуации. В основном это многодетные и неполные семьи. Мало кто говорит, вот у меня, дайте мне все на свете. А наоборот люди говорят, нет, вы знаете, я уже купил, я купил костюмчик, у меня есть уже портфель. То есть какая-то вот точечная работа идет, нуждаемость вот этого является. И соответственно вот по этому запросу мы уже работаем. Пока идет акция, в социальных центрах ежедневно собирают детей в школу. Так, с начала июля помощь получили более трех тысяч семей, где есть школьники. В этом году мы планируем всего обеспечить детей и школьников более 8 тысяч, которые у нас состоят на учете в центрах социальной поддержки населения и в учреждениях социального обслуживания. В центрах соцподдержки ждут и тех, кто готов стать благотворителем. Это могут быть предприятия, общественные организации и обычные граждане. Можно и вещи, из которых дети уже выросли, но они в хорошем состоянии, пригодные для дальнейшей носки, потому что у нас ситуации действительно разные у людей бывают. И вот это все принести и оставить, и собственно мы тогда нуждающимся передадим. Акция «Помоги собраться в школу» продлится до конца сентября. Ульяна Крамаренко, Павел Легалин, телеканал «Губерния».